Привет, друзья! С вами канал Простые Технологии. Была у меня такая распаковка 12-го айфона, айфона 12 Pro. И как-то она вам не очень зашла, поэтому я решил не делать традиционный обзор на смартфон, а дать вам то, чего вы хотите. Это 7 недостатков, 7 смертных грехов айфона 12 Pro, из-за которых именно ты не купишь этот смартфон. Ну что, погнали! Проблема номер один. Это цена 12-го айфона. Вернее, айфона 12 Pro. Итак, версия 128 гигабайт в России предлагается за 100 тысяч рублей. А если быть точным, 99 и 999. Много это или мало? Да дофига на самом деле. Потому что версия в 256 гигабайт, а потому что именно ее я советую покупать в 2020-2021 году, чтобы не было проблем с памятью. Уже стоит 109 тысяч. В стране, где средняя стоимость смартфона, если верить Яндекс Маркету, равняется примерно 20 тысячам рублей, сами посчитайте, сколько можно таких средних смартфонов купить вот по цене одного такого яблока. Но, с другой стороны, для тех, у кого есть деньги, это даже огромный плюс. Потому что люди без денег с айфонами 12 Pro, во всяком случае, пока он вот только-только вышел, ходить не будут. Это будет определенная такая штука, статусное определение свой-чужой. И плавно переходим ко второму недостатку. Это внешность. Кому-то, наверное, очень понравилось, что здесь вернулись к корпусу в стиле четверки-пятерки. И я даже не буду здесь повторять вот эти бредни о том, что вот острые грани вгрызаются в руку, когда вы долго пользуетесь смартфоном, и здесь чуть ли не до крови продавливаете. Нет, это все неправо. На самом деле, пользоваться им очень удобно. Из рук он не выскальзывает, даже несмотря на это покрытие глянцевое. Это, кстати говоря, именно покрытие. И у некоторых оно даже уже скалывается. Но мы пользуемся смартфоном очень аккуратно, поэтому у нас Call of Duty хочет запускаться, а мы не хотим запускать Call of Duty. Претензии к внешности будут совершенно другие. Это, опять же, про это покрытие. Оно буквально собирает отпечатки пальцев, и они плохо оттираются. И это правда. Не знаю, где здесь хирургическая сталь. Мне кажется, просто обычный металл с покрытием. И на самом деле, вот даже говорить о том, что это что-то крутое, ну не знаю. Опять же, внешность задается передней панелью смартфонов. В 2020 году. И она, по большому счету, не отличается от 11 и 11 Pro. Здесь задает тон вот этот экранный вырез, от которого не отказались. Который остался. Который будет продолжаться. И который придется терпеть. Хотя, знаете, многим поклонникам айфонов, вот я с людьми разговариваю, и они даже не видят никакой проблемы в том, что в 2021 году фактически новый телефон, флагманский, будет выпускаться вот с такой вот челкой. И сразу переходим к третьему минусу. Это Touch ID. Touch ID это прекрасная, одна из лучших систем для познавания пользователя, вот которая меня моментально узнает. Она самая безопасная. Реализация ее в iOS просто прекрасная. Про мобильный банкинг, блокировку приложений с коробки и всякое такое я вообще молчу. Но, есть одно но. К сожалению, для Apple в 2020 году все пошло не по плану. Здесь подъехал коронавирус, люди ходят в масках. И, кстати говоря, эта проблема уже была известна в начале 2020 года, когда этот телефон iPhone 12, iPhone 12 Pro только разрабатывали. И что вы думаете? Apple в новом смартфоне почему-то не нашла места для старого доброго Touch ID. Хорошо, да, предположим, вы не смогли договориться по поводу экрана с разблокировкой в самом дисплее. Хотя, вот, например, я снимаю это видео на Mate 40 Pro Huawei. И здесь просто прекрасный, совершенно точнейший сканер отпечатков пальцев, который установлен в сам дисплей. Он вообще не ошибается. Ну, то есть, какая была проблема? Но, самая главная проблема, ну, почему вы не поставили в кнопку включения датчик сканер отпечатка пальцев? Тем более, у вас есть такие технологии в iPad'ах. Дисплей, на самом деле, улучшился в 12-м поколении. Здесь стала, если сравнивать с 11-м, больше площадь. Здесь диагональ выросла, при том, здесь еще и выросло разрешение. А, собственно, и все. Есть тут этот трутон, который кому-то нравится. Мне, например, вообще не нравится, я его сразу отключил. Потому что он желтит, откровенно говоря, на мой взгляд. Матрица отличная, да, я согласен, она хорошая, она в рынке. Но, Apple, где 90 Гц? Да, конечно, iOS одна из самых плавных систем на рынке. Проблема заключается в том, что если положить рядом с iPhone'ом любой другой смартфон, у которого 90 Гц. И невооруженным взглядом можно заметить, насколько будет плавнее картинка у другого смартфона, у которого даже не 120 Гц, а 90 Гц. И вот эти все разговоры о том, что, ну, нам это не надо. Вот, держу пари, в 13-м поколении они обязательно завезут эти 90 Гц. Это просто вопрос времени. Тем более, опять, как с Touch ID. В планшетах-то эта функция есть. Почему сэкономили? Непонятно. Камеры. Давайте для начала посмотрим пару снимков. Вечером, днем, утром. И вы знаете, в чем проблема вообще камер 12 в iPhone? А в том, что они практически не изменились со времен 11-го. Это прекрасный блок, у которого есть три сенсора. И главные здесь изменения ушли в ширик. А здесь у нас 12-12-12. Но! Есть одно но. Видео iPhone как снимал отлично, так и снимает. Здесь это, пожалуй, король мобильной видеосъемки. У него конкурентов нет. И второе но, которое просто меня поразило. Это лидар. За лидаром, конечно, технология уже кое-где была. Кажется, на пикселях их использовали. Но то, как реализован здесь лидар. И то, как он работает. Это просто, я вам хочу сказать, будущее. И только вот за один этот лидар. Особенно не просто, если вы листаете ленту в Инстаграме. А если вы, например, дизайнер. Дизайнер! Мужчина-волк! Одинокий! То у вас получится делать вот такие вот штуки. Это все сделано с помощью лидара. Просто я подошел к машине. Потратил буквально одну минуту времени, чтобы... Ну, разворачивайся. Не хочет разворачиваться. Ну, ладно. Буквально одну минуту времени, чтобы обойти ее со смартфоном. И получил 3D-модель, которую можно сохранять, добавлять. Но это просто действительно будущее. Следующий минус. Это у нас аккумулятор. Корпус 12-го айфона стал, как можно заметить, тоньше. С одной стороны, конечно, это хорошо. Телефон изящнее. Но с другой стороны у нас уменьшился аккумулятор. Да, вроде бы, вроде бы. Время автономной работы не испортилось. Но давайте говорить на чистоту. 11-й айфон, 11-й про, работал один день. И к вечеру вам уже приходилось искать розетку. И эта история повторяется с 12-м айфоном. И даже не хочется повторять эту историю про то, что здесь убрали зарядку. В принципе, это решение было ожидаемо. И не хочется говорить про жадность Apple. В каком-то смысле они опередили рынок и пошли на поводу у зеленой инициативы. В общем-то, наверное, это даже хорошо. Потому что у всех полно зарядок. Но почему автономность осталась на том же уровне? Один день максимум. Ну, про сказки о том, что два дня у меня работает айфон. Ну, наверное, если как звонилка, тогда да, он у вас работает два дня. А если, ну, имея такую фантастическую производительность, как у A14 процессора, который установлен здесь, мы, если запускаем игры, ну, у нас уже после обеда, мы будем искать пауэрбанк или розетку. Ну, зачем так делать? Ну, сделали бы чуть потолще корпус. Ну, вот как-то не получается. И седьмой минус 12-го айфона. Здесь мало инноваций на самом деле. Телефон новый, а, ну, ждешь от него каких-то прорывных технологий, а получается, ну, по большому счету, ну, такая хорошая, добротная, но модернизация 11-го. Да, здесь добавили 5G. Ну, вот, например, в России или на Украине или в Казахстане, ну, нету у нас 5G. Ну, просто нету. И в ближайшие годы его не будет. Почему покупатель должен переплачивать за модель, в которой этот блок установлен? То есть, модем. Зачем я должен платить лишние деньги за модем? Выпустили бы версию 4G и не было бы никаких проблем. Нет, покупайте 5G. Хотя я, конечно, понимаю, что те люди, которые покупают новый 12-й айфон, они часто бывают за границей. Хотя сейчас, конечно, за границей это отдельная история, как вообще люди туда попадают. Но в любом случае, ну, не нужен нам этот 5G. А вот чего-то нового по-настоящему, ну, вот, не хватает этому смартфону. Но, опять же, это новый айфон, он будет пользоваться огромной популярностью. И станет в каком-то смысле статусной вещью. Вот на самом деле, человек, который выбирает новый Xiaomi, он никогда не поймет покупателя нового айфона. Это просто два разных мира, которые часто даже в обычной жизни не пересекаются. Это нужно понимать. Поэтому 12-й айфон – это вещь в себе, которую обязательно будут любить, покупать, боготворить. Но, опять же, эта штука не для всех. Ну, а у меня всё. Если остались вопросы по вот этой штучке 12-му айфону, обязательно пишите комментарии. Поговорим под видео, пообщаемся. Ну, и, конечно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok